Приветствую вас. Диана, если рассматривать ваш вопрос глобально, там вот именно, собственно, что, о чем вы спрашиваете, что происходит между вами, то я бы сказал, что вы, Диана, с одной стороны, боитесь серьезных отношений, то есть вы тратите свое время, к сожалению, на какую-то весьма, я бы сказал, призрачную, наверное, надежду построить отношения с человеком, который, если бы хотел с вами, ну, отношения, да, он бы их, в принципе, строил бы, то есть я не вижу, честно говоря, каких-то особых препятствий для того, чтобы выстраивать вам отношения, кроме только некоторых, которые исключительно связаны, например, с тем, что человек может бояться отношений, так же, как и у вас, то есть у вас страх отношений, и у человека, в принципе, тоже этот страх, страх отношений, может быть, но только, разве что, мужчина относится к нему несколько по-другому, нежели чем, 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 чем вы, ну, было бы, было бы странно, наверное, если бы он относился к этому так же, вот. В чем здесь, ну, вот, суть, в чем здесь ситуация? В том числе здесь в том, что вы, на самом деле, платите свое время на несерьезные отношения, на отношения, где у вас, по сути, ну, непонятно, есть будущее, нет будущего, да, вот. Ну, скорее, скорее нет, чем есть, потому что, чем больше вы в таких отношениях пребываете с мужчиной, тем больше вероятно, что все так и останется, все так и будет, вот. А вместе с тем, вместе с тем, то есть это бессознательный страх близких отношений, страх близости. С другой стороны, на страх близости указывает и то, как вы себя ведете с человеком, а именно, вы играете в игру под названием Догонялки, когда один человек приближается, другой отдаляется, другой человек приближается, первый отдаляется. Это классическая, к сожалению, детская игра, которую играют дети. Ну, я не знаю, играли ли вы в такую игру в детстве, но, тем не менее. Дети играют в эту игру как раз таки для того, чтобы этой самой близости научиться, а не так учиться близости. А вы, суть по всему, в близких отношениях находиться не умеете, не готовы и боитесь. Вот. Боитесь по разным причинам, наиболее частая причина это какая-то такая вот невозможность себя защитить. Ну, самая распространенная причина. Невозможность себя защитить. Вот. Значит. Какую цель преследует мужчина и что называется происходит? Не знаю, что называется происходит. Сказать невозможно, потому что это знаете только вы и нужно ваши чувства иметь в виду, чтобы ответить на этот вопрос. Пока не совсем понятно, что вы чувствуете. Если вы говорите, что вы любите одного мужчину, не могу понять, любит ли он меня. Вот. Для чего вам понимать, любит ли он вас, не совсем здесь понятно. Самое что, ну, если вы его любите, вы можете, в принципе, свои чувства проявить по отношению к одному и это, в принципе, самое лучшее решение здесь. Вот. И для меня, как бы, очевидно, что нужно разбираться именно с вашими чувствами, чтобы выразить, чтобы научиться выражать ваши чувства наиболее адекватным образом, наиболее адекватным способом. Вот. После чего уже можно будет говорить о том, чтобы, значит, понимать, что называется происходит только после того, как вы выразите свои чувства. Искренне. Искренне. Искренне чувства мужчины. Только после того, как по факту получите от него пассивную или активную связь обратную, можно будет говорить, что между вами происходит. Пока что выглядит так, что мужчина вас использует. Ну, опять же, повторюсь, это всё не столь важно, сколь важно в том, как вы в этих отношениях оказались, почему вы влюбились в человека, который, в общем-то, боится взять ответственность за свои чувства. То есть, понимаете, в чем суть, даже если у человека чувства к вам есть, он боится взять за это ответственность. И именно вот это скорее всего отращает то, что у вас происходит, к сожалению. Вот. Понимаете? Такая вот история. Такой вот момент. Поэтому здесь нужно поработать. в этом направлении. По моему мнению, конечно. По моему мнению, безусловно. По моему мнению, безусловно. А вот так, в принципе, я могу вам ответить. На вопрос, который вы задают. То есть, в целом, в целом, у вас некая вот тревожность, у вас некий страх, как я и сказал, и некие внутренние конфликты. Компания отражает в том, кого вы выбираете себе для отношений. Ну, в принципе, психотерапия могла бы вам помочь себе разобраться, но при условии, что вы этого действительно хотите. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...